Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ксения Колесниченко, программист компании BI-Consult. Мы с вами будем выполнять задание третьего дня марафона Data Yoga по ClickSense. Это задание для дата-журналистики. Прежде чем начать выполнять задание, нам необходимо скачать приложение и загрузить его. Как мы это делаем? Вот мы зашли на сайт Data Yoga, мы нажали кнопочку «Скачать приложение». Оно полностью скачалось. И мы его перемещаем вот в эту папочку, которая находится по адресу «Компьютер документы ClickSense Apps». И тогда оно откроется в самом приложении. Открываем приложение. Первый вопрос, который у нас стоит. Каково количество убитых в фильмах Гая Ричи? Мы выбираем режиссера Гая Ричи. И мы видим, что таких фильмов 3, смертей в них 53. В каком фильме их больше всего? Мы видим, что здесь вот на данной диаграмме по оси OX указаны года, по оси OY рейтинги, а количество погибших отображается диаметром диаграммы. Вот, например, мы видим, что здесь уже Snatch 26 погибших, Lock, Stock and Two Smoking Barrels 16 погибших, а рок-н-ролла их всего 11. Вот мы справились с первым заданием. Второй вопрос звучит так. Какой мультфильм, а это же она Animation, начиная с 1990 года, наименее кровавый? Какое количество человек погибло? Мы выбираем Animation, выбираем с 1990 года, мы берем где-то прямо на уровне цифры, нажимаем левую кнопку мыши, зажимаем ее, и вот у нас появляется, что у нас есть 5 фильмов в жанре Animation, в котором 383 смерти. Нам нужно найти, вот их один фильм, второй, третий, четвертый, пятый. Нам нужно самый тоненькую, самый маленький диаметр найти. Вот это фильм The Incredibles, там всего 16 смертей в этом мультике. Вот. Переходим к выполнению третьего задания. Перейдем к рейтингу IMDB. Кто является режиссером фильма с наивысшим рейтингом IMDB в период с 50 по 90 годы и длительностью менее двух часов? Какой рейтинг MPAA у этого фильма? Ну, мы начинаем с того, что мы выбираем с 1950 по 90 год. Затем мы выбираем длительность менее двух часов, это 119 минут и менее. На всякий случай. Все. Выделяем. И определяем, у кого самый высокий рейтинг IMDB. Ну, мы видим, что это либо вот этот фильм, да, у которого рейтинг 8,6, либо Path of Glory 8,5. Ну, это Raiders... Сейчас скажу. Raiders of the Lost Ark. Ну, это Стивен Спилберг. Ну, собственно говоря, вот мы и справились с третьим заданием. А, нам еще необходимо определить, какой рейтинг MPAA у этого фильма. Ну, мы видим, что у этого фильма рейтинг PG. Субтитры сделал DimaTorzok